значит предлагаю начать нашу пресную конференцию задавайте уже свои колки ранее согласованные вопросы добрый день газета патриотический мандраж сергей куча бредович кужу гетто весьма да извините недавнее заявление о мобилизации вызвало у многих россиян взрыв эмоций слушайте выражайтесь правильно простите вызвала хлопок эмоций вы не боитесь народных волнений пусть народ не волнуется если не проведем сейчас частичную мобилизацию нас ждет полная мобили задница хотя чё скрывать она и так нас всех ждет ведь как правильно вам соврал владимир владимирович это сказал владимир владимирович другого выхода у нас нет есть только вход и к сожалению в последнее время входим не мы а в нас сергей потерь нетович скажите пожалуйста какие у нас потери сначала спецоперации незначительные всего каких-то 5937 человек и радует то что с каждым днем эта цифра все меньше и меньше и она несопоставима с многочисленными потерями противника насколько мне известно нам удалось уничтожить порядка ста тысяч украинских солдат и это только за вчерашний день тогда зачем мобилизировать 300 тысяч россиян если потерь на украине всего около 6000 но тут простая арифметика берем 300 тысяч делим на количество потерь получаем цифру 52 по 50 это уже соточка а 100 умноженное на 5 это не много не мало пол литра отсюда вывод после пресс-конференции идете в магазин берете пол литра и сами в этом разбираетесь следующий вопрос здравствуйте интернет-издание валютные журналистки сергей на уши лапшу вешавич скажите кого призовут в первую очередь в первую очередь пойдут служить те кто хочет и особенно те кто не особенно хочет остальные пожелания а пожелание у нас одно что пошли все поэтому спокойно без паники приходите военкоматы там нет ничего страшного а вот там куда вас потом отправят ничего страшного есть но ничего вообще не понимаю чего бояться пошел себе отдал быстро жизнь за россию и живи себе спокойно никто тебя в этом пакете трогать уже не будет конце концов частичная мобилизация для того и проводится чтобы добиться полной капзанизации российской армии скажите сергей мы еще даже не начинатович а что если человек по состоянию здоровья не может идти в армию мы предусмотрели этот момент если человек по состоянию здоровья вами идти не может никто не вправе ему запретить ползти в армию имейте ввиду на руках вас никто носить не будет многие россияне призывают в первую очередь отправлять на фронт детей высокопоставленных чиновников как вы на это смотрите я полностью поддерживаю эту инициативу а ваши дети пойдут воевать ты придурок во первых у меня две дочки аватарик для чего они квартиру москве покупали за полмиллиарда чтоб потом них не жить на сегодняшний день основной запрос google трендах как покинуть россии я не знаю о чем трендят ваши гуглы но могу сказать точно россию никто не покинет лично я сколько раз не пытался у меня не получилось и еще россияне постоянно ищут в гугле как сломать руку зачем искать приходите в армию здесь вами руку и ногу и судьбу тоже сломают если надо будет добрый день сергей восемь лет бомбас адамбилович кожу гетами да да скажите а если люди будут отказываться идти служить что тогда ну во первых чего они будут отказываться для кого мы столько лет проводили полную дебилизацию населения а во-вторых тех кто не захочет идти в армию клоуны анонисты а эти уклонисты относительно них уже разработан простой механизм объясню как это работает не хочешь идти будешь сидеть захочешь бежать будешь сидеть будешь сидеть захочешь бежать будешь лежать пойдешь воевать чтобы не сидеть и решишь бежать будешь сидеть короче вы поняли чтобы не сидеть а потом не лежать надо идти и вообще смотрю среди присутствующих здесь журналистов много молодых парней призывного возраста куда вы все расходитесь охрана закройте двери все остальные подходим ко мне получаем повесточки с моим автографом